График второго подъезда, он соблюдается. Как произвели уборку, сразу я отмечаю зеленым, расписываюсь. Все подъезды моют и убирают регулярно, рассказывает старший по дому Евгений Фокин. Управляющая компания новая. Жители приняли решение сменить обслуживающую организацию на общем собрании в прошлом году. Теперь уборка и дезинфекция проходят своевременно. Но находятся жильцы, которые обращаются в районную администрацию с жалобами на качество уборки. Мы сразу же отреагировали, подъехали, встретились с управляющей компанией. Необходимо отметить, что на аккаунт поступают иногда фейковые сообщения. Потому что мы подготовили, что фотографии, приложенные блогером с этим ником, совершенно одинаковые. Что по адресу Мариса Тореза 13, в четвертом подъезде, и на Сипенко 142. Вот видите, он абсолютно одинаковые фотографии приложил. Поэтому на самом деле надо всегда проверять обращения. Ну и, безусловно, если они соответствуют действительности, то отрабатываются в кратчайшие сроки. Нарекания к работе управляющих компаний поступили от жителей 161-го дома по улице Фрунзе. Люди сообщили, что снег во дворе убирают несвоевременно. Глава района потребовал от руководителя управляющей организации объяснений. Жалобы, которые поступают от собственников по уборке дворовой территории, конечно же, иногда затрудняется уборка. Ввиду того, что автомобили не убирают вовремя и все остальное. Мы, естественно, ведем работу с жителями, развешиваем объявления. Ну вот в данный момент, значит, все убрано. Все машины, если собственники убрали, все почистили. Мониторинг качества работы управляющих компаний в Ленинском районе идет ежедневно. Эта работа проводится по поручению главы города Елены Лапушкиной. У нас проводится мониторинг многоступенчатый. Во-первых, есть управляющие микрорайоны, которые проверяют территорию ежедневно. И обход у них и утром, и вечером. Они проверяют и сосульки, и шапки на крышах, и уборку территории. Проверяют у нас также представители администрации, муниципальный жилищный контроль. Проверяют МП ГАТИ. Обращение жителей на особом контроле. Ежедневно в социальной сети поступает порядка 10 обращений. Все они отрабатываются в течение суток. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.